За вашу боль, за ваши раны, земной поклон вам, ветераны! В преддверии праздника Великой Победы в центре внимания тех, кто совершил свой подвиг во имя спасения мира и жизни будущих поколений. В центре внимания сотрудников Ленинской администрации Михаил Петрович Новик. Каждый год ветераны поздравляют бывшие коллеги, члены ветеранской организации, руководители администрации. Каждый раз на них находят слова, чтобы подчеркнуть значимость подвига советского солдата. Пройдет всего пару десятков лет, и память об этих героях останется в фильмах и книгах. И сегодня мы имеем уникальную возможность, глядя в глаза ветеранам, сказать спасибо. Петр Миронович, приехали вас с администрации Ленинского района города Бреста вручить вам материальную помощь, которую установил наш глава государства, президент Александр Григорьевич Лукашенко, к Дню Победы. Для наших ветеранов за ту, за нашу победу, за ту, которую вы добились. Благодаря которой сегодня мы живем, развиваемся. И все то, что завещали вы, то, что вы восстанавливали страну, все передаем нашим детям. Это вам цветы. С наступающим праздником. Спасибо. Днем Победы. Я, знаете, спасибо вам хочу сказать от себя за победу, чисто как от гражданина. Я хочу пожелать, чтобы мы в следующем году опять с вами встретились. Чтобы так больше дальше было, а вас здоровье не подводило. Можно я положу вам руку? Спасибо вам за победу. Спасибо вам за все, что не забывайте нас. Спасибо очень. Остается нас очень мало. Ну, пока вот держимся, не знаю, как дальше будет. Держите себя. Спасибо вам. Миляемся очень часто. Петр Миланович, я рада вас видеть в добром здравии. Ветераны вас поздравляют с наступающим праздником нашим святым. Спасибо. Долгих лет вам жизни. И я надеюсь, что мы с вами еще встретим 100-летний юбилей. И отпразднуем в добром здравии. Берегите себя. Долгих лет вам жизни. Остается недавно. Недолго заменить паспорт. Совсем еще. 25-го года. Совершенно верно. Осталось чуть меньше полтора года. Да. И мы придем праздновать. К вам обязательно. Не знаю, как выдержим или нет. Выдержите. Вы выдержите. Оставаемся. Вы человек. Спасибо Ленинскому району. Со всем мальчишкой Петр Миронович Светкин ушел на фронт. Он, как и миллионы других, сражался, видел смерть и терпел лишения, чтобы сегодня под мирным небом жили мы, их потомки. Поэтому та помощь, которую оказывает государство в канун Дня Победы, лишь маленькая талика того, что обязаны мы дать нашим героям. Поздравляем мы сегодня наших ветеранов, которые, некоторые из них, воевали с самого начала войны. Некоторые воевали чуть позже. Но все они добились победы и в послевоенное время восстанавливали нашу страну. Именно благодаря этим людям сегодня живем мы, развиваем нашу страну. И передаем все, что делали наши ветераны нашим новым поколениям, нашей молодежи. Поэтому так важен этот праздник, День Победы, и так важно внимание к нашим ветеранам, оставшимся еще в живых после этой страшной войны. Советский народ твердо знал, победа будет за нами, ведь она нужна всем поколениям. И именно за будущее страны, за будущее своих потомков шли в смертельный бой солдат. И это мнение Дмитрия Даниловича Маньковского, ветерана Великой Отечественной. И об их подвиге забывать нельзя. Всего в Московском районе у нас 96 ветеранов, участников 14 человек. Поэтому очень важно сохранить память, показать заботу тех людей, которые непосредственно принимали участие, боролись за нашу великую победу в Великой Отечественной войне. Поэтому очень важно, чтобы они чувствовали наше тепло. Ведь тот подвиг, который они осуществили, то единство духа и воли, который они проявили, это действительно дорогого стоит. Это тот пример, который мы должны сохранить, скажем так. И, конечно же, не допустить, самое главное, последствия, скажем, дальнейшем, обратно же, войн, чтобы действительно было мирное небо над головой. Мы будем праздновать 80 лет со дня освобождения Беларуси. И дата эта для каждого беларуса священна. И в день этот, и в другие дни мы будем помнить о подвиге бесстрашных людей, которые не вернулись с фронта, и благодарить тех, кто еще здесь с нами. Продолжение следует...